Привет! Все мы в последнее время сталкиваемся с невыносимой жарой в нашей квартире. И чем выше этаж, тем невыносимее становится жара. Мы открываем окна, делаем сквозняки, но помещение все равно остается душно. Даже я, снимая сегодняшний выпуск, вынужден стоять в трусах. Вот некоторые советы, которые помогут легче переносить жаркие дни. Самый крутой способ установить кондиционер. Способ, конечно, хороший, только не всегда это возможно, да и не всем по карману. Но, к счастью, есть еще вариант. Установите на солнечной стороне белые шторы, а еще лучше жалюзи. Светлые объекты отлично отражают свет обратно на улицу, в то время как темные, наоборот, впитывают его и нагреваются. Также окна можно заклеить светоотражающей пленкой. Или же в обычном строительном магазине можно купить светоотражающую подложку под ламинат. Стоит копейки, а польза очень большая. Вентилятор тоже сильно помогает. Поставьте напротив него несколько бутылок с замороженной водой или же тарелку со льдом. Так вы создадите эффект кондиционера и будет дуть холодный воздух. Еще можно повесить напротив вентилятора мокрые полотенца, так как вода испаряется, поглощает тепло из окружающей среды. Аналогичным образом можно немножко увлажнить свое тело и одежду водой и запрыскивателем для растений. Окна днем держите закрытыми. Зачастую температура за окном гораздо выше, и ваше проветривание только сделает жару в комнате сильнее. А вот на ночь окна стоит распахнуть. Температура ночью всегда на несколько градусов ниже, чем днем. И вы можете использовать это для того, чтобы избавиться от жары в квартире. Если у вас есть застекленный балкон на солнечной стороне, то днем окна на балконе оставьте приоткрытыми, а дверь с комнаты на балкон наоборот закрытой, так как застекленный балкон под лучами солнца превращается в сауну. И лучше этот горячий воздух выпустить на улицу, чем в квартиру. Если есть возможность, регулярно принимайте чуть прохладный душ, но не очень холодный. Кажется, что холодный душ является самым быстрым способом снизить температуру вашего тела. Но если пойти под холодный душ, когда вам жарко, то организм сразу же закроет притоки крови к поверхности кожи, создавая таким образом тепловую ловушку внутри вашего тела, вместо того, чтобы дать теплу выйти наружу. Не ленитесь принимать душ всего 5 минут, и ты уже чувствуешь себя человеком. Также по мере возможности замените лампы накаливания на флюоресцентные или светодиодные. Классические лампочки или часа совсем неэффективны, потому что львиная доля употребляемой ими энергии уходит на нагрев лампочки. И лишь малая часть уходит на излучение света, в то время как светодиодные лампы и лампы дневного света будут не только меньше нагревать ваше жилище, но и экономить электричество. Возьмите пример с домашних животных. Они малоактивны в жару. Попробуйте и вы снизить свою активность в жаркое время суток. Вставайте пораньше и делайте свои дела, пока на улице еще не так жарко. На этом все. Надеюсь, данные советы будут вам полезны в эти жаркие дни. Если вам понравилось, ставьте лайки и пишите свои методы борьбы с жарой.